Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». С большим успехом в пяти крупных городах России прошли гастроли государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус». Гастрольный тур был посвящен 100-летию Карачаева-Черкесской Республики. О том, как принимали наш прославленный коллектив и какую программу они представили, об этом в эти минуты в нашей студии. Моей соведущей Белли Джозаевой расскажет директор и художественный руководитель государственного ансамбля танца «Эльбрус» Исмаил Байрамкулов. Доброе утро всем. Доброе утро, Исмаил Белялович. Рада видеть вас у нас в гостях. Давно вы не приходили к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что ваш ансамбль «Эльбрус» с блеском проехался по России. Вы побывали в пяти городах. Хотелось бы узнать, в каких городах вы побывали, как вас встретили, с какой программой вы выступали. Расскажите. Ну, у нас появилась такая возможность. До еще пандемии у нас был договор с ними, с этими городами. Значит, мы выехали в гастрольный тур на 10 дней в пяти городах Российской Федерации. Ну, регионах, так скажем. Это, значит, Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань, Волгоград. Мы работали на очень таких центральных сценических площадках, залах филармонии. Шикарные залы, как залы. И сценические площадки были хорошими. И это уже поле деятельности наших артистов. Если сценическая площадка такая вот привлекательная, хорошая, удобная, то и зрителям тоже хорошо. А артистам как хорошо? Да. И вообще очень зритель был такой, очень удобный, так скажем. Ну, уже знающий. Они знают. Они постоянно кто-то ходят на концерт. Это в Центральной России у них к этому другое отношение. Значит, они идут на концерт отдыхать. Поэтому эмоции, конечно, у них были высочайшими. Естественно, мои артисты, артисты ансамбля «Эльбус» показали свое мастерство. Но это для нас было и каким-то уроком таким. Давно мы не выезжали после болезней вот этих всяких. И мы себя отстояли. Мы уже знаем, что мы можем работать на любых площадках. Не только России, но даже и в мировом масштабе, если у нас получится. Из-за вот этих болезней, если там сегодня отмениться, мы будем, мы сейчас стремимся, мы уже нарабатываем такие моменты у себя. Ну, я думаю, вот эти яркие костюмы ваши, это атмосферные, эти самобытные танцы, они же не могли оставить равнодушным. Сколько танцев было в программе? В программе где-то около 12 танцев у нас было. У нас были музыкальные номера. У нас оркестр сейчас очень приличный, в составе 14-15 человек, которых тоже с удовольствием принимали. Разноплановая публика, она знает, видимо, знающая публика. И относится к артистам с высошедшим таким доброжелательностью, что ли. И знает, что мы их гости там и так далее. Поэтому было очень интересно и себя мы попробовали вот в этих дальних поездках. Мы же так не выезжали. Ну, бывает, постоянно выезжаем, но она у нас была самая длинная. И потом время у нас такое было зимнее. И когда мы выезжали, я немножко так не сомневался, а так как-то внутреннее такое было беспокойство, что как мы там будем выглядеть. А получилось очень хорошо. И дорога была хорошая, и поехали без всяких приключений. Никто не заболел. Все стопроцентные, мы вернулись назад. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам творческих успехов и вашему коллективу. Спасибо вам. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Крачаевская редакция» в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис «Московский индустриальный банк». С 7 по 10 апреля выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке «Юмитс». Краснодар. Конгрессный 1. Экспоград. Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «Юмитс» на сайте юмитс.ру Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова